Моя тема сегодня звучит довольно необычно, поскольку обсуждая инициативу в рамках ВЭПС, налогообложения физических лиц, правила не затрагиваются. И фокус по понятным причинам всегда находится в сфере налогообложения деятельности транснациональных корпораций, трансферно-национального образования и прочих вопросов, напрямую затронутых инициативами ВЭПС. Тем не менее, мне кажется, что очень важно отметить, что налогообложения физических лиц и те изменения, которые происходят в Российской Федерации, они происходят не в рамках ВЭПС, а очень сильно в духе ВЭПС. Поскольку именно перенос прибыли и доходов вне налогооблагаемой юрисдикции и снижение налогооблагаемых доходов физическими лицами в совсем недавней истории было одним из самых распространенных видов деятельности наших налогоплательщиков, физических лиц. И сегодня будет отдельная сессия, которая будет посвящена закону о контролируемых иностранных компаниях. Мне кажется, как раз введение законодательства о контролируемых иностранных компаниях и новых правил налогообложения физических лиц, затрагивающих их персональные структуры, как раз и было инициативой, которая очень хорошо вписывается в те налоговые изменения, изменения налогового климата, которые происходят во всем мире, во всех цивилизованных странах. Когда наши налогооплательщики поняли, что введение деофшеризации и налогообложения контролируемых иностранных компаний стало неизбежным, когда появились первые проекты законов, они достаточно негативные на эти инициативы реагировали. И все мы знаем о том, что общая реакция бизнес-сообщества на инициативу деофшеризации была достаточно негативной. Тем не менее, надо отметить, что те изменения в законодательстве, которые были введены, они абсолютно не являются нашим ноу-хау. И закон о контролируемых иностранных компаниях и налогообложения контролируемых иностранных компаний существует уже много лет в большинстве стран мира и только усложнялось в последнее время. Для многих и для большинства развитых стран мира налогообложения физических лиц и доходы, получаемые от налогообложения физических лиц, достаточно критично составляют долю налогообложения и доходов от налогообложения. И поэтому после 2008-2009 годов, столкнувшись с дефицитным бюджетом, многие юрисдикции иностранные как раз очень сильно усилили контроль за налогообложением физических лиц и налогообложение различных офшорных структур, которое позволяло выводить прибыль как от инвестиционной деятельности, так и от прироста капиталов иностранной юрисдикции. Конечно, все лазейки были в той или иной степени прикрыты. Делая небольшой экскурс в нашу историю, надо сказать, что до недавнего прошлого совершенно в рамках нашего законодательства физические лица налогообложения резидентов Российской Федерации могли аккумулировать прибыль от своей инвестиционной деятельности, от получения процентов, дивидендов, от продажи тех или иных активов на счетах своих иностранных компаний либо структур пересобразования юридического лица и совершенно законно реинвестировать эту прибыль, при этом не платя налогов до момента ее введения из этих структур. И всех такая система устраивала, но она совершенно не соответствовала новым введениям налогообложений, когда если человек, физическое лицо налогообложения получает доходы, в принципе, рано или поздно эти доходы должны быть уплачены на налоги. И поэтому, на наш взгляд, введение налогообложений контролируемых иностранных компаний было неизбежно и было правильным шагом с точки зрения регулирования налогообложений физических лиц в Российской Федерации и абсолютно полностью совпадает с теми тенденциями в налогообложении физических лиц, которые существуют во всем мире. И здесь не имеет смысла возмущаться, можно, конечно, придираться к тому, как это было сделано этим сроком, которые были законодателем созданы, поскольку у нас, конечно, это все было очень динамично проведено, и, наверное, просто морально не все налогоплательщики были к этому готовы. Но, тем не менее, в общем и целом, конечно, это были правильные шаги, и они полностью соответствуют тем тенденциям, в которых находится мировое сообщество с точки зрения налогообложения физических лиц. В защиту налогоплательщиков надо сказать, что использование различных офшорных структур не всегда и далеко не в первую очередь мотивировалось о возможности не платить налоги. Конечно, мы не должны забывать и о гибкости иностранного права, и о возможности работы с иностранными партнерами, поэтому нельзя сказать, что использование иностранных структур было исключительно в лазейках для неуплаты налогов. Но, собственно, возможность также не платить налоги было таким приятным дополнением к использованию как офшорных компаний, так и различных трастных структур фондов и прочих механизмов, которые до сих пор используются налогоплательщиками. Будучи налоговым консультантом, очень интересно проанализировать реакцию налогоплательщиков на введение новых правил налогообложения физических лиц и контролировок иностранных компаний. Надо сказать, что налогоплательщики и физические лица выбрали абсолютно противоположные стратегии реагирования на новые законы. Часть налогоплательщиков совершенно намеренно изменила свое налоговое резидентство. И вы, наверное, слышали о том, что часть наших бизнесменов решила уйти под налоговую юрисдикцию Российской Федерации и снизить количество дней пребывания в Российской Федерации, и, соответственно, начиная с 2015 года, декларировать свое нерезидентство, таким образом не попадая под налогообложение контролируемого иностранных компаний. Это одна из стратегий, она имеет право на жизнь. Насколько она долгосрочная, это большой вопрос, поскольку часть таких налогоплательщиков попали в ситуацию нерезидентства везде. И вполне можно до сих пор быть нерезидентом нигде и не платить налог на прирост капитала, на юрисдикционный доход нигде. И с этим, наверное, рано или поздно тоже начнут бороться. Но, тем не менее, такая стратегия сейчас существует. Другое дело, что выбирая, куда переехать, не все наши бизнесмены учитывали, что с каждым годом ужесточаются правила налогообложения физических лиц в других юрисдикциях. И поэтому та налоговая стратегия, которую они для себя разработали два года назад в преддверии техшеризации, она сейчас могла уже не срабатывать, поскольку до страны, в которые они собирались переехать, также могла изменить подход к налогообложению физических лиц, либо они не дооценили риски, так называемые детекшн риски. Детекшн риски – это вообще отдельная тема в налогообложении физических лиц. Они оценивают риски того, что доходы, которые они аккумулируют на своих зарубежных структурах, когда-либо найдут российские налоговые органы. И, собственно, опять же, здесь мы не будем их цитировать, но, тем не менее, в отличие от американских налогоплательщиков, которые, наверное, очень сильно боятся, РС считает, что у этой структуры есть глаза и лучше везде, у нас такого понимания нет. Поэтому с точки зрения факторов, которые повлияли на разработку налоговых стратегий физических лиц, наверное, то, что налоговые органы узнают о том, какие стратегии они для себя выбрали, это не было решающим фактором. Но многие физические лица недооценили реакцию международных институтов на введение в России законно-контролируемых иностранных компаний. И с этого года мы стали получать запросы от иностранных банков, с которыми наши физические лица работают, которые просят подтвердить клиентов российских физических лиц, что они полностью соблюдают требования российского законодательства о контролируемых иностранных компаниях. То есть интересно, что иностранные банки в рамках своих политик управления рисками и работой с клиентами из других стран, и в России всегда в зоне риска, конечно, стоит особого, они ввели более жесткие требования к клиентам и более жесткие требования к подтверждению того, что те капиталы, которые переводятся в эти иностранные банки, они в первую очередь, конечно, проверяют происхождение капиталов, но и в вторую очередь сейчас мы стали писать подтверждение того, что то или иное физическое лицо полностью подает отчетность в соответствии с законным контролируемым иностранным компаниям. Но мы все с вами понимаем, что пока мы только говорим об отчетности, которая не привела к реальной плате налоговых обязательств, поскольку в прошлом году нужно было только подать уведомление о наличии иностранных компаний. В следующем году, когда уже нужно будет подать декларации контролируемых иностранных компаний, заплатить налоги в тех случаях, когда они образовались, то тогда можно будет уже более предметно обсуждать, насколько все-таки эта инициатива привела к увеличению налоговых выступлений или нет. Но тем не менее, часть налогоплательщиков, которая решила эту инициативу с себя снять путем изменения налогового резиденства, конечно, столкнулась с интересными вопросами со стороны иностранных банков. Ну и нельзя забывать о том, что, конечно, часть налогоплательщиков реально отказалась от использования иностранных структур, переструктурировала свой бизнес, сделала часть иностранных компаний налоговым резиденом РФ, либо закрыла большое количество иностранных компаний, которые иногда существовали не только потому, что это было модно или потому, что это было не очень дорого. И процесс как раз выхода из иностранных юрисдикций, это, наверное, тоже отдельная тема, поскольку очень многие российские физические лица столкнулись с тем, что цена выхода из иностранных юрисдикций оказалась гораздо выше, чем они это предполагали. Как связано с административными затратами и теми требованиями, которые как администратор, так и местный регулятор на них возложили при закрытии бизнеса, так и с необходимостью проведения аудита за несколько лет, получения различных налоговых подтверждений и так далее. Поэтому, на самом деле, какую бы стратегию физическое лицо ни выбрало, всегда они сталкивались с непредвиденными обстоятельствами, либо выбирая неналоговое резидентство в России, они недооценивали риски, существующие в других юрисдикциях, либо оставаясь налоговым президентом России и пытаясь, соответственно, уже действовать в рамках нового законодательства, они столкнулись либо с проблемами закрытия иностранных структур, либо очень высокой стоимостью закрытия иностранных структур, либо очень продолжительными сроками закрытия иностранных структур, либо с тем, что, конечно, до сих пор в законодательстве существует масса неотвеченных вопросов, и мы очень рады видеть, что, на самом деле, поправки в законодательство водятся, и буквально в начале этой недели на конференции РСПП были выступления, которые как раз в рамках налоговой секции подтвердили, что следующая часть поправок, в основном касающаяся амнистии, тоже скоро будет принята, и поэтому я надеюсь, что это будет дополнительно сделано для налогоплательщиков, все-таки действовать в рамках законодательства, или поможет налогоплательщикам действовать в рамках законодательства, не предполагая наличия тех или иных рисков. Обмен информацией. Очень интересная тема, которая тоже существует в рамках ВЭПС, это насколько все-таки российские налогоплательщики, физические лица попадут под автоматический обмен информацией. Мы уже можем сказать, что налоговые органы других стран, в основном касается Скандинавии и Германии, направляют большое количество запросов по налогоплательщикам, физическим лицам, которые являются резидентами в этих странах, в отношении доходов, которые получали в какой-либо момент, находясь в Российской Федерации. И очень интересно, как опять же подача декларации в Российской Федерации была связана с тем, что наши налоговые органы заинтересовались налоговой дисциплиной того или иного иностранного физического лица, а то, что налоговые органы страны, где он обычно проживал, в какой-то момент задались вопросом, оплатил ли он налоги из тех сумм, которые он в течение многих лет получал работой в Российской Федерации, и просили его предъявить подтверждение того, что эти налоги были уплачены. И, к сожалению, несмотря на то, что мы считаем, что налоговая дисциплина среди иностранных физических лиц выше среднего, тем не менее, конечно, неоднократно мы сталкивались со случаями, когда эти иностранные физические лица, столкнувшись с такими вопросами у себя в домашней юрисдикции, быстро в критическом порядке исполнялись здесь декларации за последние три года и пытались их быстро сдать и исполнить налоги. Но для нас это тоже хорошо, хотя это нельзя назвать массовым явлением, это скорее пока единичный случай. Будет ли такая же волна обменной информации в другую сторону происходить, насколько наши налоговые органы будут действительно получать информацию от налоговых органов или других институтов иностранных государств, и насколько наши налогоплательщики выбирают ту или иную налоговую стратегию платить или не платить, будут этот фактор учитывать, наверное, мы увидим в ближайшие годы или два. Но, опять же, рассматривая практические подходы, мне кажется, что пока наши налогоплательщики оценивают вероятность обмена информации как очень низкую, и поэтому продолжают использовать достаточно агрессивные налоговые стратегии, особенно если мы говорим не о налогоплательщиках, очень-очень высокого полета, среднего звена, у которых есть небольшие инвестиционные компании за рубежом и так далее, я думаю, что все-таки пока их оценка вероятности обмена информации с иностранными налоговыми органами и иностранными юрисдикциями пока находятся на очень низком уровне, но посмотрим. Ну и, наверное, в заключение своего выступления хочу сказать, что несмотря на то, что и налоговая дисциплина, и, опять же, соответственно, законодательство у нас являются стопроцентными, мы совершенно очевидно видим смену отношения налогоплательщиков физического лица к вопросу платы налогов, причем, наверное, по двум направлениям это изменение происходит, что с одной стороны, конечно, 13% налоговая ставка, вот я являюсь очень большим сторонником того, что она точно совершенно заставила людей платить налоги, поскольку, наверное, с точки зрения психологии расстаться с 13%, даже в том случае, когда человек думает, что все равно его доходы за рубежом никогда никто не найдет, проще, чем если бы ставка составляла, допустим, 30 или 35, или, допустим, 40%. Поэтому с точки зрения принятия решения платить или не платить, мне кажется, 13% нам приносит больше доходов в бюджет, особенно если мы говорим о налогообложении именно инвестиционных доходов, получаемых физическими лицами на счета за пределами Российской Федерации, либо через свои иностранные структуры. Это первый вывод. И второй вывод, что, наверное, все-таки общее изменение климата, то, что иностранные банки, иностранные небанки, допустим, при покупке иностранной недвижимости, очень часто налогоплательщик, российское физическое лицо, просят предъявить подтверждение того, что с тех средств, которые они направляют на покупку тех или иных активов, были в Российской Федерации уплачены налоги, если они заявляют, что они были налоговыми резидентами Российской Федерации, конечно, тоже является стимулом, который заставляет налогоплательщиков все-таки пересмотреть те подходы, которые они использовали раньше к уклонению от уплаты налогов. Поэтому давайте надеяться на то, что общая налоговая дисциплина будет у нас возрастать, что в рамках, опять же, обменной информации между налоговыми органами разных стран и получения банковской информации налогоплательщик будет понимать, что те схемы и те структуры, которые раньше были уже незаконны, тем не менее работали, а скоро работать перестанут. Ну и, соответственно, мы будем с вами оценивать внедрение новых законодательных инициатив, как, скорее, положительных, которые поставят бизнес в правные условия, то есть весь бизнес будет работать в рамках законодательства, но и при этом принесут добавительные доходы в бюджет. Спасибо большое, и если есть время к вопросу, я буду с удовольствием отвечать. Карин, вопрос связан со следующим. Вы сделали такое утверждение, если я вас правильно понял, что до сих пор можно не являться налоговым резидентом нигде. Если вы помните, некоторое время назад Министерство финансов выпускало письма как раз на волне принятия законодательства о девушеризации, в которых говорило о следующем, что некоторые очень грамотные налогоплательщики считают, что достаточно отсутствовать в России 183 дня, и они автоматически становятся налоговыми нерезидентами Российской Федерации. А вот Министерство финансов придерживаю с другой позиции, что эти налогоплательщики обязаны еще учитывать достаточно разработанные, более детально разработанные критерии, которые изложены в соглашениях об измежении военного налогообложения, подписанных Российской Федерацией. И в частности такой критерий, как Центр жизненных интересов. Что Вы об этом думаете? Насколько вот эта позиция Министерства финансов, она, в общем-то, применима во внутрироссийском контексте? Насколько она обоснована? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Этот вопрос постоянно поднимается. Если мы с Вами говорим об одних и тех же письмах, мне кажется, что все-таки их автором была Федеральной Налоговой Службы финансов, что уж важно. И мы к позиции, сложенных этих письмах, относимся скептически. Поскольку, так или иначе, мы с Вами должны ориентироваться на то, что написано в налоговом кодексе, как первичный документ для определения налогового резиденства. Если налоговый кодекс до сих пор единственным критерием, определенным налоговым резиденством, является физическое нахождение на территории Российской Федерации, то дальше мы не имеем с Вами права сослаться на конвенции или соглашения, которые в первую очередь говорят о том, что если оба государства считают налогоплательщика своим резидентом, то тогда мы должны смотреть на центры жизненных интересов, другие критерии. Но поскольку Россия по своему внутреннему законодательству таких физических лиц не имеет права считать налоговыми резидентами, то, соответственно, в рамках конвенции, мы, как правило, в статье 4, на наш взгляд, применять не можем. Отвечая на Ваш вопрос шире, мне представляется несколько удивительно, что у нас до сих пор такое примитивное определение налогового резидентства. И я думаю, что часть ожиданий, которые существовали, когда вводился пакет документов, касающихся диапширизации, как раз были связаны с тем, что, наверное, пришло время усложнить определение налогового резидента. И то, что оно до сих пор ссылается только на количество дней, приведенных на территорию Российской Федерации, мне кажется, это несколько уже устаревших определений, и надо его усложнять. И это, опять же, будет абсолютно в рамках того определения налогового резидентства, которое существует во многих странах мира, и которое действительно мы учитываем не только физическое присутствие человека на территории того или иного государства, но и центр жизненных интересов, что бы мы под этим не подразумевали. Ну а если, опять же, говорить о международных практиках, то совершенно чужко все страны, европейские, особенно усложняли и расширяли концепцию налогового резидента, поскольку все хотят поймать вот этих вот путешествующих бизнесменов, предпринимателей и прочих богатых налогоплательщиков, которые в течение многих лет пользовались возможностью быть нерезидентом нигде и нигде ничего не платить, разумеется, все страны мира и их правительство хотят людей поймать. Мы тоже к этому конку должны включиться. Спасибо большое. Если позвольте еще небольшое уточнение, вы сказали, что вы наблюдаете такую тенденцию, не только вы, что многие налогоплательщики, недовольные введением правил КИК и политикой деоптализации, избирают такую стратегию, как смену налогового резидентства. Ну вот, предположим, покое лицо уезжает, предположим, в Швейцарию, где нет правил КИК, если я не ошибаюсь. Вот все-таки в этом контексте, как вы прогнозируете, возможно ли применение соглашения, когда лицо будет заявлять российским властям, при наличии вопросов к нему, что оно не является налоговым резидентом России, возникнет спор. И что вы полагаете, в этом случае будет происходить? Взаимосогласительная процедура? Как вы прогнозируете, как вы консультируете, если это возможно, ваших клиентов, вести себя в подобных ситуациях? Я думаю, что пока у нас не изменится внутреннее определение налогового резидента, предмет в дискуссии не будет в таких случаях. Мы ни разу пока на практике не сталкивались с взаимосогласительной процедурой. Мне кажется, с точки зрения федеральной налоговой службы, надо над этим вопросом начать работать в основном актуальности и в этом вопросе отчаяния. Пока не помню. Пока все, кто уехал в Швейцарию, договорились с местными налоговыми органами, получили соответствующие рубли. А коллеги, если можно, я подключусь к дискуссии, немножко прокомментирую со стороны, так скажем, Министерства финансов позиции. Безусловно, это было письмо Федеральной налоговой службы, поскольку оно методологически подчиняется Министерству финансов, то обычно на их письмах сверху всегда грифуется Министерство финансов. Конечно, Министерство финансов понимает, что когда нет проблемы двойного налогообложения, то есть нет ситуации, когда два государства одновременно признают одно и то же лицо своим президентом, по своим признакам, нет необходимости подключать для разрешения этой ситуации те критерии, которые изложены в соглашениях о избежании двойного налогообложения. Что касается формальной стороны вопроса, то вот эти письма Федеральной налоговой службы, они сейчас отзываются в скрещенном порядке. Может быть, вот вчера и сегодня из Минфина уже введет письмо Федеральную налоговую службу с указанием об отзыве этих письм. Но, Карина, смотрите, у нас, я вот сейчас попробую аналогию с корпорацией провести, у нас правила трансферного ценообразования, говорят, что это конкретно, в 40-й статье 20% не барьер, но мы увидели, что в ряде случаев оказалось, что обход правил ТЦО не приводит к желаемому результату, все равно налогоплательщик как-то страдает. У нас были, вот, старая редакция правил тонкой капитализации, но оказалось, что в этих правилах, возможно, написано что-то еще, займы от иностранных сестер, которые не попадают под 269-й статью, но оказалось, что они все-таки как-то попадают. Не получится ли так, что и в 183 днях тоже, возможно, в некоторых ситуациях будет работать каким-то странным образом? То есть, например, человек меньше 183-й здесь находится, но у него действительно какой-то бизнес здесь есть, и он 6 раз в году бывает в стране. не исключает ли вы того, что вот в таких ситуациях может оказаться, что человек будет признаваться резидентом, потому что он пытается создать картинку, что он не резидент? Мне кажется, что, опять же, в рамках действующего налога кодекса это невозможно. Другое дело, другое дело, что возможно, если мы хотим обсудить, как продолжать получать налоговые платежи от таких физических лиц, то надо смотреть, как мы классифицируем российский и нероссийский источник дохода. Поскольку сейчас, будучи не резидентом, используя ту или иную структуру вывода прибыли из российского бизнеса и распределяя ее через иностранную компанию, физическое лицо все равно может не платить налоги, поскольку не работает вот этого полная транспарентность этого денежного потока и, соответственно, оказываясь нерезидентом, с точки зрения налогообложения физических лиц, он может продолжать получать распределение прибыли, которое изначально образуется на территории Российской Федерации через ряд иностранных структур. Поэтому, опять же, мне кажется, риск скорее здесь, если мы можем сказать, что на самом деле эта структура полностью прозрачна и, несмотря на то, что он является налоговым нерезидентом, он все равно должен на этот доход, допустим, мы назовем это дивидендом, платить налог в Россию. В принципе, даже в рамках законодательства для авшализации уже такие механизмы предусмотрены, просто они пока еще очень работающие. Спасибо. Еще один вопрос совсем глобальный. Иногда в новостях можно встретить исследование о том, что у нас в мире продолжается расслоение, и 1% населения контролирует больше 50% мировой экономики. Я когда читаю и задумываюсь о нашей конференции, о БЭПСе, удивительно, что БЭПС только для организации. Вы можете как-то объяснить, почему, если такое большое расслоение, почему нововики развитых стран не концентрируются на физиках, или физика это будет следующая серия? Я бы не сказала, что они совсем не концентрировались на физиках. Просто физики показали себя гораздо более гибкими и увертывающимися с точки зрения реакции на те или изменения законодательства, которые происходят в мире. Поэтому для иностранной, для международной корпорации полностью изменить свое налоговое резидентство или изменить структуру получения и распределения прибыли, это не вопрос двух-трех месяцев. А для физического лица изменение налогового резидентства это можно сделать внутри одного кулинарного года. Поэтому мне кажется, что просто для налоговых органов всех стран поймать физические лица сложнее. И плюс, к сожалению, мы все понимаем, что многие страны, с одной стороны, хотят получить больше доходов физических лиц, а с другой стороны, они хотят больше физических лиц привлечь к себе с точки зрения своих жителей, налоговых резидентов. Поэтому вот этот режим налогообложения для иностранных физических лиц, который существует в Великобритании на самом деле, он же, но в принципе, с одной стороны, создает достаточно незатратный климат для привлечения богатых людей со всего мира, которые используют. Но с другой стороны, экономика Великобритании пользуется и их расходами, они вкладываются в недвижимость, они пользуются товарами, услугами и так далее. Поэтому мне кажется, что вот здесь есть некая дилемма правительства всех стран, что с одной стороны, они хотят получить, конечно, больше наук с физических лиц, а с другой стороны, они еще рассматривают физических лиц как некий источник инвестиций, обычно потребительских расходов или серьезных инвестиций в свою экономику. И поэтому режимы и в Великобритании, и в Швейцарии, и в разных других странах, они все равно будут, да, все страны хотят, чтобы богатые физические лица жили в них и проводили в них больше времени, поскольку экономика с них, если не посредством налогов, то посредством просто таких расходов получают все равно больше денег. Мне так кажется. Спасибо. Спасибо. Спасибо.